Мой сегодняшний герой Паша Тяпло. Это его творчество. Только вдумайтесь, Тяпло. Утульность. Он был волонтером доброченной организации Радислава, которая помогала женщинам потерпелым от гвалта. А также он ездил с города бесплатно в маленькую глухую вёсочку, ка пастрижчей девчонку за сабливостями, бо она доверяла только ему. Паша – талиновитый цырульник. Але про свои каштовности, про демократичные, незалежные каштовности, он был вымышен съехать в Беларуси. Вот так сам имел политичный переслед. Давайте послухаем историю Паши. Мы ходили на достаточно много разных митингов, аутопробегов. Ну, такое, разное. Я удельничал тем, чем мог, але в некий момент мое ментальное становище не дозволило мне больше ходить на митинги. И тому, на жаль, моя политичная некая активность, она была такая больше подпольная. Паничная атака. У меня здарилась паничная атака 10-го на Пушкинской, когда вы забили нашего человека. Это на твоих очах отбылось? Я был в помощи. И что с тобой отбылось тогда? Что-то чего? Холодно, потом жарко, одночасово, потом снова холодно, потом жарко, потом начинаешь паниковать. Хочешь куда-то бегать, але не можешь, потому что ты парализованный. И, ну, на той момент, когда нас ОМОНовцы просто разбивали машины, и мы были в таком великом заторе, и мы не могли никуда рухаться. Ну, такое, разное. Отрималось у тебя три, как я называю, эвакуации. Так, сначала с Беларуси в Грузии, с Грузии в Украину, с Украины, как началась война в Польшу. Как это отбилось на твоем эмоциональном и физическом стане? Дуже мощно, потому что раз вимушенную мою эмиграцию дуже постраждало психическое мое становище, был провокованный мой диагноз. Какие? Биполярный розлад особы. И, на жаль, я зараз уже дуже долгий час, уже больше за полгода. Вот я полгода уже в Польши. И еще, там, до этого некольки месяцев я уже на препаратах, на леках на своих. Зараз я у такой функциональной депрессии и могу хоть нечто делать, але были моменты, когда не мог делать ничего. Просто лежишь и не можешь пойти поесть, помыться, сделать некие дуже базовые вещи. Я, в уголе, очиваю и разумею, с размовой, с сябрами, с коллегами, что с собой, я думаю, что клиническая депрессия – это такой диагноз досыць тенденцый для беларусов на эмиграции, эвакуации, але у тебя все усугубляется еще и биполярным расстройством, бо оно переносится, бо ты не бинарный человек. Расскажи, как эта частка тебе так само уплывае на тое, что с тобой отбывается? Я разумею, что у беларуси, на сам речь, такой особи, еще больше рызыковно было находиться и выходить на митинге, бо, кали б ты трапил за краты, это было бы обыходжение еще больше жорсткое, чем с усими іншими. Так, по-перше, тому, что меня б не ведали, куда сажать. И такое было. На жаль, были прецеденты с транс людьми, которые сидели у одиночной камеры, потому что не мужик, не баба, куда тебя? Ну и такое. И это был гвалт, ну, дуже психологичный, тяжкий и все остальное. Потому что на самой справе все, что делает моя идентичность, это добавляет мне дисфорию. Это не принятие своего тела у некой ступени? Так, кали ты, например, не можешь выходить з дому без макияжа, это так само дисфория, ну, кали ты отшуваешься бедро, например, это. Але у меня это иначе, у меня нема верхней операции, она называется мастектомия, але она у меня не сделана, потому что она дуже шмат каштует. Для этого потребна справка о трансгендерности, якой у меня нема, и там еще больше разных тяжкостей. И на самой справе, кали мы кажем про то, что мне было бы сейчас очень тяжко в Беларуси, это правда, потому что уровень гомофобии, трансфобии и всяких разных фобий. на тем же самым телебаченне у Беларуси он дуже-дуже великий. С якими головными проблемами ты сутыкнулся у Польши? Чого тепер не стае для того, как попросту жить? Психичного здоровья. А что для этого треба? И мягчимости пойти к российскому или украинскому лекарам. Как выглядит финансово твоя ситуация теперь? Ну, зараз мое становище материальное, оно выглядит дуже дрэнно. Потому что, по-перше, про ментальный розлад я не могу працаваць. Ну, не завсёды могу працаваць. По-друге, как наработать клиентскую базу, тем больше в Украине, в которой ну, всё достаточно складано. Отремлюется, что ты, как цырульник, у тебя в Беларуси была база, всё знищилось, переехал один раз, там ещё и не набрал, переехал в Украину. Ну, я маю, навазил, в Грузии не набрал, в Украине набрал и всё с нуля снова. Ну, я починаю своё жице уже который раз в початку. Ну, это нелёгко. Щера кажу, шо так крых уже стамился, тамо шо за 22 годы, выбачь мене, змяніть 4 краины – это так тяжко. А што б ты хотел для себе? Ну, вот не базовые некие потребы, а, может быть, что-то для радости, для ненатхнёння, для души. Ёсь некие такие ожидания, Мары? Ну, для меня, например, дуже важная частка отчування сабе добра и выгляданья добра – это мои татухи. Но, на жаль, больше из них это парточки. Например, вот это. Тут перекрывалась там дуже дренная, дуже старая роза с 14-го року. И, вось, мы плановали робить таки великий проект на усе плечо. Там я шэну лопатку. И, ну, не ведаю, я б доробил её. Ну, типу, потому что я сам займаюсь татухами, и, ну, учусь на татуировке. Ну, на сабе ж бить не будешь. Бил. Але я правша. Я правша, я не могу это сделать, тому, на жаль, вось у меня есть такий партак. И, ну… Ты спробуй тут смазать, прибрать. Мне там волосы. Вот. И табе была радостью, либо, например, кто-то знайшелся, кто добил, альбо оплатил. Так, так. И ты б отшивал себе и в своем теле больше комфортно, так? Ну, так. Так. Мне было бы значно лепее. Як почалась твоя громадская и политичная дейность? Радислава, где ты был волонтером, была первой организацией, куда ты звернулся, у какой ты дейничал? Так, это была первая организация. Звернулся туды тому, что я был сам постраждалым от гвалту у относинах. На той момент это были романтичные относины с женщиной, и там была дуже тяжкая история. Алья потым я звернулся в Радиславу, отримал там допомогу и праз некий час зразумел, что я могу допомогать так само. И начал волонтерить у собственной организации цырульникам. Допомогал у заселеннях, у ремонтах, у поддержки сайта организации и так далее. Мне зарабило, как особо, мое детинство, якое так само было не дуже легким. Я на самой справе працую десять из годов четырнадцати, мабуть, тринадцати. Это был вымышенный крок, так? Так, конечно. Ну, алкоголизованные родичы, бедность, про которую тебе так само треба. Ну, не как зарабатывать себе на жизнь, не как покрывать свои некие потребы. И тому я был вымышенный працовать. Ну, и это сделала больше, менее, как человека. Что сталося тем штуршком, когда ты сразумел, что немогчимо больше находится в Беларуси? Какая была небезпека? На самой справе достатково великую роль сыграла моя присутность у Радиславе. И в некоторый момент начали приходить разные проверки. И все шло к тому, как дуже давить репрессивно на организацию. Ну, и так, как я был таким неформальным участником, собственно, организации, мне было дуже потребно думать про свою безопасность. И мы были вымышены заехать практически у всей организации. Я, на самой справе, даже до этого рахую, что, когда бы я зараз остановился в Беларуси, мягчимо меня бы затрымали и я бы садил у себя. Это кит, и он появился у меня празд выборы. Мы сходили на митинг 9-го, 10-го. И вот 11-го я зрозумел, что я уже не могу ходить. Но мне нужно что-то сделать для этой революции. А мы приезжали в Гурске. Ну, приют, это известный. Усыпальню. И я таки, вот, нужно взять некого ущипенца, чтобы его вернуть. Ну, чтобы хоть что сделать для этой революции. Ну и все. И так у нас, собственно, появился кит. Мы его забрали одразу. И вот он со мной уже в три страны поехал. Паша особливый человек. И мыслить он незвычайно, и выглядит нестандартно. Ему вельми необходимая поддержка, как финансовая, так и психологичная. Коли у вас есть адмысловцы, коли вы есть адмысловцем, звернитеся в нашу программу, коли вы хочете подтримать Пашу. Альбо вы человек, у якого есть сродки, которые могут посприять Паулу стать на ноги. Листуйте до нас. И вельми сподзаюся, что сярод наших глядачей есть специалисты, які погодятся бескоштовно попрацовать с Пашем. Психотерапевты, психологи, психиатры. Складанные мацыны. Стану человека потребна подтримка. И я различываю на вас. Але головная памятайте. Беларусь беларусу. Любовь, подтримка и перемога. Дем, разом, там и Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова